Всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать, как приготовить вкусный вегетарианский торт. Для основы используется кефир, либо перемолотая масса из фруктов или ягод. Для примера мы делаем основу из маракуйя и папайи. Наливаем растительное масло, сахар. Всю граммовку ингредиентов я приведу в тексте под видео. Добавляется разрыхлитель и используем муку. Муку, как правило, делаем первого сорта, либо высшего сорта. Обязательно просеиваем через сито. Для того, чтобы тесто получилось максимально пористым, нужно перед тем, как заносить коржи в плиту, в печь, в духовку, их небольшое время выдержать при комнатной температуре. В данное тесто, на видео, которое мы делаем, был добавлен красный краситель, чтобы коржи получились красного цвета. Ну, здесь у нас такая была задумка. И в то же время можно делать тесто шоколадным, можно добавлять керп, можно добавлять цедру апельсина, тогда получится горчинка небольшая. Добавляются разные красители пищевые. И также можно добавить, например, мак. После чего тесто распределяется по формам. Формы, как правило, если они пустые, без дна, выкладываются на силиконовый коврик. И поверхность теста смачивается водой, для того, чтобы максимально гладко и ровно распределиться. Духовка нагревается до 180 градусов. И при этой температуре коржи выпекаются примерно где-то около часа. Пока пекутся коржи, мы перетираем творог. Вот на данном видео у меня заранее были приготовлены коржи испеченные. И мне осталось их только разрезать. Толщина порядка сантиметра. Если делать толще, то получается, что крем не пропитывает коржи. И для того, чтобы бисквит хорошо резался, можно использовать толстый кухонный нож, нож повара, шеф-повара. Либо можно использовать струну. Творог мы смешиваем с небольшим количеством сметаны. Потому что если будет чистый творог, крем получится очень густой. И разбавляем его либо с сахаром, либо с сахарной пудрой. Я же использую профессиональный подсластитель. Поэтому такой торт подойдет даже для диабетиков. Свой торт мы решили украсить крупными фигурами. И для этих целей перемололи поп-корн. И смешиваем его с сахарной мастикой. После чего из этой массы можно формировать крупные фигуры. Я раскатываю заранее приготовленную мастику красного цвета. И вылепленные фигуры обтягиваю мастикой. Смачиваем все это водой. Для того, чтобы фигура разровнялась по своей плотности. И получается вот такой красный перчик. Также для украшения торта были вылеплены маленькие перчики. Украшенные зеленые хвостики мастикой. И мы использовали буквы, которые также будут служить декором для украшения торта. Это свадебный торт для Тёмы и Тани. И я думаю, он им должен понравиться. Готовые коржи, промазанные кремом внутри, также промазываются кремом снаружи. Устанавливаем наши фигуры и украшаем буквами. И вот торт и готов!